Новости с урнопереводом. Сейчас вашему вниманию. Меня зовут Лаура Жакупова, мою коллегу Виктория Антонишина. Добрый вечер. Новости с урнопереводом. 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 в банковском секторе. Необходимо особо подчеркнуть, что значительная часть законопроекта направлена на защиту прав потребителей и финансовых услуг, особенно в сфере потребительского кредитования. В интересах населения вводится регулирование деятельности ломбардов, кредитных организаций, организаций онлайн-кредитования. Именно в адрес этих организаций сегодня приходится значительное количество жалоб населения на нарушение условий кредитования и непомерно высокие ставки вознаграждения и комиссий. Председатель Национального банка страны прокомментировал слухи о возможной девальвации Тенге после выборов президента. Ербулат Усаев заявил, что денежно-кредитная политика, которая сегодня существует, стабильно и адекватно. Она полностью соответствует происходящим изменениям. Она прямо рассматривает вопросы, колебания, связанные с ценами на нефть. Это связано с состоянием платежного баланса с нашими основными торгово-экономическими партнерами, с кем больше у нас вопросов, куда мы экспортируем или импортируем. Поэтому сегодня курсовая политика, как и была определена начиная в 2015 году, находится в свободно плавающий курс. Политика инфляционного торгетирования реализуется в стране в полном объеме. И я считаю, что итоги четырех месяцев и инфляции 4,9% показывают, что мы находимся в нужном коридоре. Казахстанский фондовый рынок нацелен на лидерство в странах Евразийского экономического союза и Центрально-Азиатского региона. В настоящее время Нацбанк отмечает значительный рост иностранных эмитентов. На этом фоне капитализация рынка акций составила почти 16 триллионов тенге. Активность на фондовом рынке сейчас демонстрирует биржа МФЦА. В прошлом году депутаты Сената Парламента внесли поправки, упразднившие 20-процентные ограничения на рынке ценных бумаг. Это позволило создать беспрецедентные условия для привлечения зарубежных инвесторов. В перспективе МФЦА обеспечит отечественным компаниям альтернативу иностранных бирж, таких как лондонская, нью-йоркская и гонконгская. Это снизит отток ценных бумаг казахстанских эмитентов с национального фондового рынка. Его новые возможности финансисты обсудили с сенаторами парламента. Мы для экономики Казахстана выгодны с позиции того, что мы можем привлечь больше иностранных инвестиций и в инфраструктурные проекты, проекты горнодобывающего сектора во все сектора Казахстана путем того, что еще предоставляется юрисдикция. Юрисдикция более привлекательна на принципах английского права, коммерческого, естественно. И эта юрисдикция обеспечивается судом МФЦА и Международным арбитражным центром. Все это законодательно закреплено. Заемщики фонда финансовой поддержки сельского хозяйства теперь могут воспользоваться системой талонов. Проект позволил сократить сроки рассмотрения заявок до 11 рабочих дней. Запланировано выдать займы на 62 миллиарда тенге. Из них 34 по государственной программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Янбек». Наибольшая потребность в сельхозкредитах у жителей Туркестанской, Алматинской и Карагандинской областей. Естественно, невозврат кредитов бывает. Но в этом случае мы регулярно принимаем меры в этой части. В частности, у нас были акции «Погаси кредит долги без пени». Мы в рамках этой акции тоже списывали пени тем предпринимателям, которые погашали нам ранее просроченные долги. Но в целом, если смотреть по сравнению с теми же коммерческими банковскими институтами, уровень возврата по данной программе очень высокий. Стартовал проект стипендиальной программы для иностранных граждан обучения в Казахстане. Он разработан профильным министерством. Выделено 160 грантов на обучение студентов. Об этом заявили участники регионального форума «Интернационализация образования», который проходит сейчас в Алматы. За 8 лет в рамках краткосрочных программ «Академическая мобильность» возможность обучения в зарубежных вузах получили 14 тысяч казахстанских студентов. В свою очередь, отечественные университеты приняли за это время порядка 4 тысяч иностранцев. Приоритет, конечно, прежде всего, это, можно сказать, и технические специальности, и гуманитарные специальности. Наверное, приоритетом для иностранных студентов является то, что есть возможность для тех же китайских студентов изучать здесь русский язык. Нужно сказать, что есть еще вопрос, потому что нам нужно разворачивать не только инфраструктуру в системе высшего образования, то есть готовность материальной базы, преподавателей принять этих студентов. Сейчас для нас такой ключевой вопрос – это интернационализация содержания образования. Насколько наши вузы готовы предоставить образовательные программы на английском языке? В Алматинской области местной власти передали в участковой избирательной комиссии списки электората. Правом голоса обладает свыше 1,4 млн человек. В регионе работают 20 справочных колл-центров, а на сайте Акима области запущен сервис «Проверьте, есть ли вы в списке избирателей». Найти себя в числе голосующих и свой участок можно введя ИИН. Всего в регионе создано 1040 избирательных участков, мобилизовано почти 7,5 тысяч членов избирательных комиссий. Работа по материально-техническому оснащению участков продолжается. Впервые создаются условия для лиц с ограниченными возможностями, устанавливаются пандусы, тактильные указатели. Вся необходима для того, чтобы люди с ограниченными возможностями могли проголосовать. Шрифтом брали необходимый материал для людей с ограниченными возможностями будет доставлен по всем избирательным участкам. В АТРАУ в день выборов президента откроются 122 избирательных участка. 22 из них расположены в новых микрорайонах растущего нефтяного города. В списке для голосования внесены 220 тысяч избирателей. И впервые на предстоящих выборах будут созданы условия для голосования слабовидящим и незрячим людям. Масс-медиа, работающие в направлении экологической журналистики, рекомендуют вовлекать в работу большие промышленные предприятия. Об этом говорили зарубежные эксперты на мастер-классе в рамках Евразийского медиафорума. Сегодня экологической тематике, в особенности за рубежом, отводят солидные полосы, проводят сложные исследования феноменов, влекущих экологические последствия. И именно поэтому задача современного журналиста или блогера самостоятельно разбираться в проблеме и простым языком передавать информацию аудитории. Сегодня мы сделали акцент на вопрос изменения климата. Эта тема самая популярная, которую обсуждают в Европе и на Западе в целом. Однако здесь я лично узнал, что в вашем регионе также обеспокоены выбросами в атмосферу тепловой энергии. Хочу сказать, что это не является прямым действием, а строится на том, что города растут, работают предприятия, автомобили выбрасывают объемы углекислого газа. Если масс-медиа будет чаще поднимать такие вопросы, то это обязательно найдет отклик со стороны самих глобальных игроков, которые будут работать над энергосбережением и сохранением климата. Главное – правильно подать информацию. С начала года в Нур-Султане зарегистрировали 74 факта горения сухостоя. Общая площадь пожара в степях превысила 17 тысяч гектаров. Сегодня в департаменте по чрезвычайным ситуациям привлекли 18 единиц техники и задействовали 63 человека личного состава. И все это для демонстрации слаженных действий при лесных пожарах. О стараниях ЧАЭСников расскажет Асхат Ниязов. Три кучи сухих веток диаметром 3 метра, стоящих в чистом поле. Сами подожгли, сами потушили. С привлечением больше десятка единиц техники, которая стояла перед началом спасательных действий в 300 метрах. Костры тушили водой, вокруг еще тракторы нарезали круги, так сказать, для локализации огня, но больше было похоже на шаманские обряды. Спасатели гордо называют это тактическими учениями. Помимо наземной техники, чтобы наверняка потушить костры, привлекли воздушные силы. Потушить пожар в шаговой доступности – это одно. А вот добраться с города до леса или степи – это уже совсем другое. Но почему-то этот тактический момент не стали брать в расчет. Вообще, в соответствии с действующим законодательством, это лесной кодекс у нас, задача по предупреждению и ликвидации природных пожаров возлагается на Министерство сельского хозяйства и местные исполнительные органы. Сколько все-таки спасателям понадобится времени на дорогу, затрудняется ответить даже главный спасатель страны. Через сколько минут вы будете здесь? Значит, зависит все от расстояния. Значит, скорость движения пожарной машины, средняя скорость движения пожарной машины – это 30-40 км в час. Вот проводите расчет. Считать не стали, зато выяснили, что ухаживает за зеленым поясом Нур-Султана действительно отдельная организация. У них своя техника, 20 тележек, 10 машин. И у них в день заступает 40 человек на дежурство лесопосадки города. 40 человек на 14 тысяч гектаров. К счастью, пока зеленый пояс вокруг столицы еще ни разу не горел. Тем временем лесопосадка заметно разрастается. Поэтому, пока пожарные заливают водой негорящий лес и растилают для гостей красные дорожки, есть большая просьба для всех отдыхающих. Будьте внимательны на природе. Одна непотушенная сигарета в сухостое может вызвать катастрофу. Асхат Ниазаф, Ермек Мухаммедьяров, Хабар, 24. Новый метод привлечения туристов. Представители турагентств будут возить по досопримечательностям Казахстана. В течение 10 дней группа посетит Нур-Султан, Шемкент, Алматы и зоны отдыха в Акмолинской, Туркестанской и Восточно-Казахстанской областях. За время ознакомительного путешествия они встретятся с предпринимателями и составят прайс-листы. Наиболее выгодные варианты будут предложены казахстанцам. Основная проблема, которую мы хотели решить посредством проведения этого информационного тура, заполнить информационное поле. У нас ведь основная проблема развития внутреннего туризма – это отсутствие достойной должной информации о тех или иных маршрутах либо турпродуктах. По миллиону тенге получили лучшие музеи, библиотеки и клубы страны. В столице подвели итоги республиканского конкурса «Рухани Хазына» среди организаций и работников культуры всех уровней. За гран-при боролись 300 участников в 18 номинациях. Свой денежный приз также увезли краеведы из Костанайской области. Отличился один из районных музеев, в котором собрано 18 тысяч экспонатов. У нас очень хорошие коллекции, у нас очень большая археологическая коллекция, у нас более 30 лет проводятся археологические раскопки. Поэтому очень большая этнографическая коллекция, потому что у нас проживают представители 51 национальности. Мы работаем по всем направлениям, хоть и мы маленький музей, мы проводим большую работу. И очень приятно, что эта работа была оценена. И неожиданно, конечно, сегодня мы получили такую большую награду. Историческую киноэпопею о казахском ханстве, возможно, покажут и в других странах. Картина «Золотой трон», представленная на Каннском кинофестивале, заинтересовала зарубежных дистрибьюторов. Примера фильма состоялась в Париже, в здании посольства Казахстана во Франции. Первыми картину увидели иностранные дипломаты и парижане, изучающие нашу страну. Полнометражная лента о борьбе за великую степь не оставила зрителей равнодушными. «Золотой трон» с тщательно продуманными декорациями и впечатляющими батальными сценами имеет все шансы на прокат в кинозалах Европы. Кроме того, по мнению первых европейских зрителей, обилие натурных съемок в картине способно привлечь внимание производителей кино казахстанским пейзажем. «Самое главное, чем больше мы будем иметь возможность расширить горизонты наших зрителей, не только наших местных, но и людей, которые живут в других странах, чтобы увидели, какая наша история, какой народ храбрый. И многие же знают современный Казахстан, а какими мы были 500 лет назад. Обо всем этом, конечно, мы рассказали в этом фильме». «Костюмы, спецэффекты, игра и эти батальные сцены исключительны. Мы открываем для себя декорации, очень красивые, экстраординарные. Я впечатлен и реально ошеломлен». «Я хорошо понял казахскую душу, судя по тому, что увидел в фильме. Это меланж смелости и поэзии. У меня сложилось впечатление, что это соответствует вашей стране. Думаю, что этот фильм мог бы быть показан на классическом французском канале. Он заставляет задуматься о гуманности, о мире». И на этом у нас все. Спасибо за внимание и хорошего вечера.